Всем привет! И в сегодняшнем видео хотела поделиться с вами тем, что я беру с собой в поездки, показать какие материалы мне необходимы для того, чтобы рисовать в дороге, рисовать на отдыхе, в путешествиях, в отпуске, на пленэре. Это такой мой минимум, самые ходовые материалы, которыми я, в принципе, несмотря на то, что я не пленэрный человек, могу сделать абсолютно любую зарисовку. То есть, конечно, я подбираю их, исходя из того, что в основном я рисую портретные скетчи, даже когда я нахожусь где-то не дома, но при этом эти материалы также хороши будут и для любых направлений, на мой взгляд. Если вам интересно подобного рода видео, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Конечно же, как подобает нормальному человеку, я заболела перед отпуском, поэтому не обращайте внимания на мой голос. Итак, первое, что я беру с собой, это, конечно же, скетчбук. На данный момент у меня скетчбук от Сускетч в обложке Max Goods. Так уж сложилось, что Max Goods у меня закончился, и мне прислали на пробу блокнотик Сускетч. Я абсолютно осталась довольна этим блокнотом, потому что бумага, на мой взгляд, здесь очень похожа на бумагу Фабриана с 25% и хлопка в составе. Конечно, ни один производитель скетчбуков не раскрывает того, какую бумагу он использует, но, на мой взгляд, она, по крайней мере, по свойствам, потому как ложится на нее краска, как выглядят на ней скетчи, очень-очень-очень похожи на Фабриана с 25%. И обложку я оставила от Max Goods, потому что, во-первых, в поездках очень часто пачкаются блокноты, особенно если они на вот подобного плана обложки, на бумажной. Естественно, на ней видны все пятна, отпечатки пальцев, если там на нее попадает вода, как у меня бывали случаи, когда я рисовала на берегу моря, и меня просто окатило волной вместе с блокнотом. Конечно, все это плывет, все это выглядит непрезентабельно, поэтому я оставила вот эту кожаную обложку. К тому же она довольно такая прочная, и поэтому, когда я рисую на коленках, у меня получается такой разворот, и я могу как бы опереться на эту обложку вместо подставки, скажем. Ну, конечно, стоит понимать, что кожаные обложки также со временем немножко теряют свой приятный внешний вид, она также, тут у меня некоторые отпечатки, кот у меня тут что-то поцарапал, покоцал, ну, то есть, конечно, она сейчас выглядит не так красиво, как выглядела изначально. Что удобно с этой обложкой, то, что вы можете сюда ставить несколько блокнотов на разной бумаге, например, если вы хотите взять с собой и акварельный, и, допустим, блокнот для графики, да, тут есть такая запасная резинка, и вы можете либо вставить еще один блокнот сюда, либо соединить, как вообще правильно соединить эти блокноты в серединках, и таким образом у вас получится, что они закреплены между собой, и дальше сверху надеть резинку, которая просто будет держать форму, ну, то есть, в принципе, конечно, как вам удобно, вы можете уточнить у ребят, как правильно цеплять блокноты сюда, ну, я так как-то немножко по-пиратски все это использую, потому что у меня здесь вообще своя схема, к тому же этот блокнот другой фирмы, поэтому он у меня довольно болтается здесь так. Путешествия, в поездки я предпочитаю брать блокноты на целлюлозной бумаге, или вот бумага, например, Fabriano, та же Studio, очень хорошо бы подошла, то есть, в составе, если имеется небольшое количество хлопка, это тоже будет ПОК, и почему? Потому что, во-первых, с целлюлозой легче что-либо отмыть, что-то исправить, на ней скользит краска, то есть, вы можете делать более быстрый формат скетчинга, вы можете вообще что-то очень-очень быстро запечатлеть, если вам это нужно, и в то же время вы можете повозюкаться, там, посидеть, повырисовывать детали, например, какие-то, да, как, допустим, в этом скетче у меня, или вот в этом, то есть, при этом она также хорошо реагирует на быстрые скетчи, на какие-то, видите, подтеки, заливки большого плана, также на ней и графика хорошо держится, ну, то есть, это такая золотая середина, которая вам позволит выполнить, в принципе, любого рода набросок. Но я не стала бы делать на ней карандашные наброски, потому что на акварельной бумаге карандаш очень сильно растирается, если вы его потом не фиксируете поверх слоем краски. Поэтому, все-таки, для карандашных набросков я беру с собой отдельный блокнот, и в моем случае это вот такой вот блокнотик Edebox на деревянной обложке, он безумно красивый, и он очень вкусно пахнет. И здесь у меня такая обычная пищебумага, такого приятного кремового оттенка. В этом блокноте у меня больше графических набросков, ну, также где-то есть размытое перо, например, рисунки туши, маркерами кое-где вот есть. Также есть даже в клейке акварельной бумаги, ну, то есть тут уже такое все разношерстное. Графика на нем выглядит, на мой взгляд, лучше, чем на бумаге акварельного плана, потому что здесь можно использовать уже и перо, и какие-то мелкие линеры, я имею в виду мелкого диаметра, потому что линия у вас будет плавная, непрерывная. Бумага с фактуры, например, как в данном случае, она уже делает более рыхлую линию. Ну, конечно, если вы работаете на сатине, то есть на бумаге без фактуры, то, в принципе, может быть и графику вполне сносно можно будет выполнить на ней, но я предпочитаю финфактуру, то бишь среднее зерно, поэтому для графики вожу с собой вот такой вот отдельный блокнот. И мне, конечно, очень хочется, когда он закончится, каким-то образом оставить обложку, сохранить и поставить сюда другую бумагу. Я сама не умею делать блоки, ну, может быть, я обращусь к кому-нибудь за этим. Он у меня очень маленький, это, наверное, какой-то пятый размер. И теперь мы двигаемся к акварели. И, конечно, ни для кого не секрет, мне кажется уже, что вот этот пенал от Ван Гога очень удачный в плане поездок, как пленерный пенал, потому что, во-первых, он очень компактный, во-вторых, у него здесь уже есть палитра. Также эту палитру вот так можно подцепить, и у вас получится дополнительный такой отсек для смешивания красок в виде крышки. Я вот так вот использую, вполне удобно, для скетча мне этого места достаточно. Как вы, наверное, могли заметить, у меня здесь есть также несколько дополнительных оттенков, которых нет в самой палитре пенала. Здесь, в принципе, все такие базовые оттенки, довольно универсальные, вы с ними можете выполнить любого рода зарисовки, в любых направлениях. Но для меня она довольно такая, скажем, спокойная по своему колориту, мне не хватает здесь более ярких вибрирующих оттенков, и поэтому здесь у меня есть вот какие-то жидкие акварели. Здесь у меня опера. Кстати, оперу обязательно советую брать с собой в поездки, если у вас нет этого цвета, приобретите, он в любых марках абсолютно. Они почти все похожи, он абсолютно яркий, чистый, прозрачный цвет. Почему именно опера? Потому что, когда вы делаете быструю зарисовку, если на вашей зарисовке присутствуют какие-то розовые яркие оттенки, то ни хинокридон розовый, ни какой-то просто розовый не справится с этой задачей, так как справится опера. То есть для быстрого скетчинга предпочтительнее, на мой взгляд, выбирать более яркие оттенки для того, чтобы набросок выглядел живым, таким экспрессивным, динамичным. Потому что если у вас такой простенький скетч и такие сухие, глухие, спокойные оттенки, приглушенные, да, ну это может выглядеть немного скучно, поэтому я все-таки решила, что надо брать с собой яркие оттенки. Также здесь у меня есть пироль оранжевый, из той же серии, что и опера, тоже очень яркий цвет. Этот от Дэниел Смит, опера у меня Шин Хан. Также здесь у меня есть вот такой голд браун, это Миджелла. Может быть абсолютно любая другая золотистая пойдет на замену. Почему? Потому что для меня они несколько мылкие, плотные, я не очень люблю такие желтые. Я предпочитаю индийскую золотистую, кобальт желтый, гумигут, хинокридон золотой, то есть более золотые оттенки я предпочитаю, если мы говорим про желтый. Поэтому я всегда с собой беру какой-нибудь один золотой, один ядрено-розовый, ядрено-оранжевый, и также здесь есть скарлетт, хинокридон, это тоже Миджелла, вот он как раз ядрено-красный. Ну то есть вы поняли, именно красных ярких мне не хватает, а они в портрете, например, для меня очень важны. Ну и также я с собой предпочитаю брать какой-нибудь красивый цвет с эффектами. Как правило, это Дэниел Смит, это может быть гематит фиолетовый, это может быть мунглоу, это может быть блатстоун, это могут быть абсолютно любые другие краски с грануляцией на ваше усмотрение. Почему? Потому что в каких-то быстрых скетчах, опять же, показать глубокую красивую тень и немножко добавить в нее краски с грануляцией, у вас уже будет более интересный набросок. Поэтому здесь не стоит пренебрегать всякими такими читерскими цветами, да, для того, чтобы добиться нужного эффекта от наброска, и чтобы вам было просто приятно потом пролистывать ваш скетчбук. Далее это, конечно же, кисти, инструменты, да, и сейчас приготовьтесь. Почему? Потому что, как вы видите, у меня с собой не скрутка, не какой-то приятный бамбуковый пенал для кистей, у меня вот такой вот обычный детский пластиковый пенал. Этот, кстати, у меня от MPM, он пришел вместе с линерами Сакура. Я нашла в этом огромный плюс. Почему? Во-первых, если вы возите с собой кисти на короткой ручке, я предпочитаю их и в поездке, и в работе дома, потому что, ну, мне просто больше они нравятся, мне комфортнее работать на короткой ручке. Любая кисть на короткой ручке сюда отлично входит. На самом деле я не поэтому, конечно же, его вожу с собой. У меня есть там различные скрутки другого плана, нормальные, скажем, человеческие пеналы. Я вожу его по той причине, что вы можете освободить этот пенал, ставить один в один вот таким вот образом и использовать как стакан для воды. Итак, что же у меня с собой? Вот эта кисть, ей, наверное, уже лет сто просто в обед. Это кисть с Алиэкспресс, это Art Secret. Не помню, честно, номер, по-моему, четверка, уже стерлась. Эта кисть синтетическая, она такого вот плана, на короткой ручке. Я ее вожу с собой для того, чтобы выполнять ей какие-то заливки и какие-то быстрые, смелые вазочки ей хорошо делать. Далее, ластик. Всегда у меня один и тот же ластик Faber Castle в серой такой упаковке. Я его разрезаю по диагонали для того, чтобы у меня был и тонкий кончик, где-то что-то мелкое подтереть, и пошире, да, для того, чтобы более крупные участки стирать, если мне это необходимо. Клячку я не люблю, потому что, на мой взгляд, она мажет рисунок, либо у меня не было нормальных. Не знаю, в общем, привыкла с ластиком как-то обращаться. Дальше у меня здесь идет Micron Sakura. Это Micron для повседневных каких-то записок. То есть им удачно можно сделать и мелкую линию боком стержня, и можно сделать более толстую, если держать его, скажем, более перпендикулярно относительно поверхности. Очень удачно. Это такой тонкий линер, который позволяет ей какие-то быстрые наброски сделать и что-то записать, поэтому тоже вожу его с собой. Дальше автоматический карандаш. Конечно же, в поездках чем больше экономим мы времени и своих каких-то затратов, ресурсов природных, да, то это нам только на арку, поэтому я вожу механический карандаш, вставляю новый стержень, чтобы не возникло так, что в поездке у меня закончился стержень. Мне нравится то, что не надо точить, что не надо пачкать руки, возить отдельно точилку, куда-то сбрасывать все эти куски карандаша. В общем, я не люблю обычные карандаши, вот предпочитаю механические уже очень давно. Это, кстати, Кура Тоган 0,5 мм. Держень у меня здесь давно уже, конечно, не местный. Фавер Касл у меня тут стоит 2Б или Б, по-моему, уже не помню сейчас. Дальше новенький дружок у меня, до этого я с собой не возила, потому что у меня попросту он только недавно появился. Это Перолами, перевая ручка. Очень ей классные выходят наброски. Видите, здесь и просто графику, и размыть что-то можно также с помощью этой ручки. Поэтому, мне кажется, для графичных набросков она вообще просто незаменимая вещь. И к тому же ей просто приятно работать. Она хорошо сидит в руке. И, не знаю, в перевых ручках есть какое-то особенное очарование, поэтому мне просто даже нравится ей работать. Дальше, конечно, аквабраш. У меня это Куритаки. Вот такой вот круглый аквабраш. Ну, то есть кисть у него круглая. У меня есть также на плоской кисти, есть на более тонкой кисти мелкого диаметра. Но я вожу с собой такую средненькую. У него довольно тонкий кончик. То есть можно что-то и мелкое прописать. И удобно ей также, конечно, размывать лами. И к тому же, если мне нужен сделать какой-то набросок без воды, эта ручка справляется с этой задачей замечательно. У меня есть наброски, которые я делала полностью этой ручкой, не набирая воду. Очень удобно. Можете посмотреть даже на то же Алиэкспресс. Мне кажется, за 100 рублей вы можете найти кучу разновидностей всяких вот таких аквабрашей. Есть у Pentel очень хорошие аквабраши, у других марок. В общем, просто ищите, посмотрите. Я думаю, вы сейчас без труда найдете что-то подобное. Обязательно я вожу с собой какую-то кисть среднего диаметра. В данном случае у меня Pinnex Hightech на французском креплении номер 6. Она тоже на короткой ручке, очень легкая. Это синтетика, которая замечательно себя проявляет и в мелких каких-то деталях, и довольно много для синтетики держит краски. Также у меня с собой вот эта кисть Van Gogh 191 серии номер 6. Она тоже шла с пеналом в наборе. У меня есть и непоходная версия этой кисти, обычная. И эта кисть идеальная синтетика с тонким острым кончиком, которым я прописываю какие-то мелкие детали. Ну и, конечно, ее микроскопичность не может не радовать. Дальше линер тоже Куритаки Калетовый водостойкий. Его я беру, ну, просто тоже, если мне хочется что-нибудь быстро и так пошорхать, без каких-либо вообще целей, чисто просто механические. И если мне, допустим, не хочется использовать для этого черный линер, чисто разнообразие ради, если честно. И, конечно, вот этот гибрид гель. Это белая гелевая ручка. Ее вожу для того, чтобы делать какие-то блики в работах. Если я, допустим, нечаянно перекрыла что-то где-то. В основном я обхожусь вот этим набором. Ну, может быть, возьму, как я уже сказала ранее, какой-нибудь тюбик гематита, например, от Дэниел Смит. И если вдруг я еду надолго и знаю, что мне может наскучить мой набор, или мне захочется чего-нибудь новенького или экспериментов, у меня есть еще вот такой пенал. Это Дервент. Такой обычный пенал на липучке. И здесь у меня маркеры. Это именно аквамаркеры, потому что они размываются водой. И наброски этими маркерами выглядят практически как акварельная иллюстрация, только с более плоским финишем. То есть из-за того, что здесь идет как бы не пигмент, а по сути дела чернила, то, конечно, чернила выглядят более матово на бумаге. Они не оставляют никакого эффекта помола как бы. Поэтому наброски маркерами выглядят более плоскими. Но тоже интересно и разнообразие ради иногда ввожу с собой. Здесь у меня вот такая подборка. Первый цвет. Зик. Тоже это Куритаки. Это горчичный цвет. Им я, как правило, делаю растяжку первую. Какой-то для подтона кожи, например, хорошо. И вместо желтого цвета его использую. Дальше у меня идет, называется, Reddish Brown. Это Ecoline. Номер у него 422. Красивый, глубокий, красно-коричневый цвет. Дальше тот же Ecoline 545. Это вот такой цвет красно-фиолетовый. Тоже очень красивый, яркий цвет. Использую его как холодный розовый. Дальше, конечно же, синий цвет. Для того, чтобы мешать его с холодным розовым получать фиолетовый. С глубоким красным получать более глубокие такие фиолетовые. В тенях хорошо использовать. Это тоже Zic. Это Real Brush. То есть у него кисточка на конце. Persian Blue и номер 032. Дальше идет тоже Ecoline. Из последних, кстати, моих новинок. Не так давно появился у меня. Из набора пастельных маркеров. Они у меня шли в комплекте с 5 цветов. Пастельно-красный номер 381. Румянчик хорошо сделать. Какой-то акцент на слизистый, например. Ну и вообще такой приятный, мягкий оттенок. Тоже очень хорошо рефлексы от солнца, например. Вот такой маркер Scarlett. Это Litra Z. Но, честно говоря, вы можете найти эти маркеры в Windsor Newton. Насколько мне память не изменяет. А вообще сейчас вроде как этой марки нет. Очень-очень древний маркер. Но до сих пор у меня в ходу. Короче, любой ядрёно-красный. И последний это зелёный. Тоже идет Zic. Двусторонний маркер. Один с резиненным наконечником. Другой наконечник пуля. И номер у меня оливковый. Зелёный. 250. Зеленца тоже присутствует в портретах. И, как вы можете понять, набор такой из базовых оттенков. Плюс-минус в какую-то сторону. То есть есть жёлтый, есть красный, есть розовый. Есть коричневый. Ну, у меня в данном случае бордовый. Есть синий, есть зелёный. Есть какой-то интересный, да, нюансовый оттенок. И мне кажется, этими маркерами можно, в принципе, сделать любую зарисовку. Не только портретную. Но, единственное, если вы хотите насыщенную зелень, то вам нужен какой-то более яркий зелёный. Потому что даже если мешать синий, вот этот зелёный, она получается немножко такая глухая, травянистая. Ну, это уже на ваше усмотрение. Итак, вот такой набор материалов я беру с собой в поездки. Ещё хочу уточнить один вариант на тему того, какие форматы зарисовок вообще делать в поездках, в путешествиях. Если вы чувствуете, что вы не пленэрный человек, то есть если вас не тянет рисовать пейзажи, там, цветы, ещё что-то, то это вовсе не означает, что вы не можете посещать пленэры или что вы не можете работать вне дома. На самом деле, как показала практика, когда я, допустим, рисую свои наброски, я всё равно возвращаюсь в то место в то время. Как-то в своих воспоминаниях я помню людей, которые были рядом, я помню события, которые происходили, вплоть до запахов и каких-то мелочей. То есть самое главное — это процесс, это результат того, что вы делали данный набросок в другом месте, и он уже будет пропитан этим местом. То есть вам не обязательно рисовать то, что вы видите. Будьте более манёвренными, то есть рисуйте то, что вам хочется, то, что вам нравится. Я, например, отталкиваюсь от клорид, который меня окружает. Могу вдохновиться, например, какой-нибудь растительностью, вписать её в свой набросок на дальний план, к примеру, сделать фоном. Могу найти, допустим, какой-нибудь цветок красивый, да, и вписать его, допустим, в волосы девушки, если я делаю портретную зарисовку в этот момент. То есть это всё не означает, что вы не можете работать в своём жанре, и если вам некомфортно, не нужно привязываться непосредственно к сюжету на природе, к сюжету, который вы видите перед собой. Иногда, конечно, я делаю зарисовки другого плана, другого формата. Но это всё должно быть обязательно в настроении. Это должно вам нравиться, и вы должны получать удовольствие от процесса тогда. Она будет работать как такая карта памяти и будет у вас переносить воспоминания. Рисуйте то, что вам хочется, не зависите ни от каких своих собственных стереотипов, ожиданий и прочее. Я очень надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным. Надеюсь, что вы что-нибудь для себя, может быть, узнали новое, может быть, появились какие-то идеи. Обязательно берите с собой хотя бы элементарно блокнот для графики. Он тоже выдержит небольшое количество воды, если вдруг вам прижмёт сделать набросок акварели. Можно не брать с собой акварель, можно взять 2-3 маркера какого-нибудь цвета для того, чтобы просто в чёрно-белый набросок ввести какое-то акцентное пятно, и уже будет интересно, уже будет какое-то воспоминание. Но не рисовать в поездках, лениться, это, конечно, не очень хорошо. Поэтому всё-таки старайтесь рисовать в дороге для того, чтобы просто элементарно вы не отвекли, чтобы рука у вас была всегда твёрдая. И да, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok